Традиционно в детских лагерях Самарского региона летом отдыхают и оздоравливаются около 119 тысяч ребят. Среди них дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Со следующего года для всех детских учреждений отдыха введут квотирование. Стационарные и пришкольные лагеря будут обязаны принимать у себя детей с особенностями. Соответствующие изменения вступили в силу на федеральном уровне. Поэтому до конца этого года регионы должны подготовить нормативно-правовую базу и сами учреждения для инклюзивного отдыха детей. Это не только обеспечение физической доступности, наличие условий для беспрепятственного передвижения, но это и наличие еще услуг, которые эти дети могут получить. А это прежде всего связано с наличием подготовленного персонала и, соответственно, образовательных программ, программ воспитания таких детей. Чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы, в Самаре проходят семинары для руководителей детских лагерей. Директора учреждений, которые уже принимают детей с особенностями развития, делятся с коллегами своим опытом работы. У нас на территории такие услуги оказывает Волжанка, наш санаторий, где мы сейчас находимся, и детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек». У нас накопился очень большой опыт. Мы проводим в детском летнем оздоровительном лагере две смены для детей-инвалидов. Это дети-колясочники и дети с ментальными нарушениями. Со 2 апреля начнется курс обучения для представителей лагерей, чтобы составить паспорта доступности оздоровительных учреждений. В мае каждый лагерь должен будет иметь такой паспорт доступности, согласованный с общественными организациями инвалидов. Отметим, что по официальной статистике Министерства здравоохранения в Самарском регионе зарегистрировано порядка 43 тысяч детей с ОВЗ и 13 300 детей-инвалидов. Все они должны проходить курсы оздоровления и отдыха в любое время года. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.